Я говорю по-русски чуть-чуть. Меня зовут Филипп, я из Швейцарии. Меня снимают русские фильмы «Сталинград и матч». Здравствуйте, мне нравится Россия, я люблю российские фильмы. Да, наверное, акцент ужасный. Да какая разница? Филипп берет частные уроки русского, он записывает правильное произношение со своей учительницей Мариной Александровной и, вполне по-актерски, заучивает эти тексты. Отзанимался уже 8 уроков. Мне говорят другие актеры, что я швейцарец с русской душой. Знаете, у меня... Я такой экстремальный человек. Все говорят, что я русский швейцарец. Знаете, я верю в Бога. Конечно, надо работать с агентами и все такое, и стараться надо. Но то, что я связан со Сталинградом, с Россией – это судьба. Сто процентов – это судьба. В городе Эрфурте живет музыкант-любитель Герт Крамбер. Душа поет, это про него. Химик, социальный работник и бард. В детстве он выучил русский, ходя в русскую школу. И уже 35 лет он поет свои песни и песни из России. Мы это сделали, поставили на сцену такую программу. Она называется в переводе «Кажется, моя душа русская». И мы там сыграем песни, ну, русские песни некоторые, которые очень знакомы в России, даже старые, такие, как «Наш сосед» и «Если у вас нет дома». Вот такие песни, все они там появляются в этой программе. И кроме того, песни мои, которые я с помощью моего друга Игоря переводил на русский язык. Санкт-Петербург, мираж над небою, Тайна-легенда русы золотой. Санкт-Петербург и послушный гибой, Грежник безумие цветой. Моя песня о Санкт-Петербурге. Я писал ее на немецком, а потом все сказали, Герт, это такая хорошая песня, такой пить. И русский очень любили, потому что музыка немножко чуть-чуть такая русская у меня получилась. И, конечно, мы потом уже, это уже было на ладони, как говорится в немецком, что это переводится русский. Это особое чувство петь свою песню на неродном языке. Наверное, в этот момент он и становится тебе немного родным. Как бард с гитарой, Крамбер поет в Германии и в России. Выступал в Петербурге, Москве, на фестивале авторской песни на Кавказе. Совсем другой его проект – рок-бэнд, который музыкант называет клан Крамбера. Я, например, однажды читал, что у Владимира Высоцкого было в молодости такое желание побывать всегда вместе с кругом друзей. И он это называл своим кланом. Английское слово – клан, клейн. И как-то, ну, клан, который вместе с тобой выпьет, вместе музыку делает, обсуждает проблемы жизни, любви. Он это любил, и я тоже. И поэтому я думаю, почему не называть свою команду клан. И в новой музыкальной школе Эрфурта, где репетирует Крамберс-клан, звучат песни на русском. Конечно, Герт рассказывает друзьям-музыкантам, о чем эти хиты, но и без перевода часто понятно. Это снова русский дом. Дважды в месяц здесь собирается литературная студия. Юрист, химик, оперная певица. До переезда в Германию работа у них была самая разная. И вряд ли бы они когда-нибудь встретились, даже если бы жили рядом. В Берлине их свел русский язык. Что это такое? Дневка. Света, дневка. А что это за дневка? Ты что, не знаешь? Не знаю. День рождения. Дневка, день рождения? Не дневка. Дневка. Когда я переехала в Берлин, для меня вот этот клуб «Диалог», вот этот литературный клуб, это более чем эликсир. Это просто, знаете, какое-то счастье. Тем более, что я еще там, в Десау, начала писать. И здесь я нашла вот это именно общение с пишущими людьми. Они пишут рассказы, повести, романы, пишут и издают свой альманах, они приглашают в гости литераторов из России, заезжающих в Берлин, они обсуждают работы друг друга, они живут русским языком. Я единственный тоже из всех собравших здесь. Я в совершенстве не владею немецким языком. Совершенствую. И потому я разговариваю только по-русски. С кем бы то ни было. С кем бы то ни было, даже с немцами. Они меня понимают. Русский язык для меня это как бы такой остров воспоминаний, памяти и любви. Я вообще из Петербурга прибыла. И для меня это вот образ моего города, моей жизни предыдущей. Это русский язык. Русский язык зарождается в провинции, уродуется в столице и сохраняется в эмиграции. И я вам это точно скажу, что именно мы, не то, что мы это делаем специально, но мы являемся хранителями настоящего русского языка, но лучшего языка, чем сейчас. Потому что мы как уехали оттуда, то, что мы с собой привезли сюда тот язык русский, мы его здесь сохранили. Кто-то сохранит в себе и в детях русский язык, а кто-то нет. Кто-то не станет осваивать местные, останется только с русским. Но и ученые, и литераторы, и практики интеграции советуют и не забывать, и не смешивать языки, поддерживать их, учить и говорить. Вот моя внучка четырехлетняя говорит на четырех языках. Один из них русский язык. И я счастлива, что она знает, что со своей мамой она может говорить только по-русски. Человек с двумя родными языками – билингва. В Европе растет число смешанных браков, и детям из таких семей нужно особое образование. Раньше я регулярно встречала много турецкоговорящих семей. Сейчас, когда я стала работать в этом садике, я часто замечаю русскую речь. Чаще, чем пять лет назад. Здесь много семей, где дети растут двуязычными. Двуязычных детских садиков в Германии все больше. Есть немецко-английский, немецко-турецкий, а есть немецко-русский. Только в одном Берлине их уже 22. Этот называется «пчелка». Заведующую так звали в детстве. Вот и пригодилась словечко. Очень много специалистов приехало. Именно русистов, учителей русского языка, учителей начальных классов, учителей педагогов-дошкольников, логопедов, рингвистов. Очень много у нас здесь в Германии. Насколько я знаю, система, пусть она отвечает чуть-чуть каждому саду, есть своя программа, своя проконцепция. Но она едина в том, что носитель языка должен быть носитель с родным языком. То есть, если это русский преподносят, значит, тогда должен быть русскоязычный педагог. Воспитатель русская и воспитатель немка. С теми, кто помладше, только игры. С детьми постарше уже работа с наглядным материалом. Отдельно и по-русски, отдельно по-немецки. Ведь дальше будет немецкая школа. А разделительный твердый знак когда пишется? Ну и школьник может продолжать занятие. Было бы желание. Вот урок в четвертом классе языковых курсов. В Берлине. Имя предполагательное. Это часть речи. Это часть речи, которая отвечает. Отвечает на вопрос. Какой, какая, какое, какие. И обозначает. И обозначает. Признак. Признак предмета. Учительница Берта Владимировна Кинт, русская немка, преподавала русский в России. А последние 15 лет по российской же программе работает в Германии. Некоторым русским мамам даже очень сложно противостоять папам. Потому что они против, чтобы ребенок изучал русский язык. Не потому, что они негативные, у них отношения к русским или к русской культуре нет. Дело в том, что они не хотят перегружать своих детей. Вот так вот они бережно к ним относятся. Я пытаюсь по-русски думать. А так я вообще-то только по-немецки думаю. И тут я тоже по-немецки думаю. Пытаюсь по-русски подумать, но не получается. Такие курсы часто главная надежда. На первых порах учитель объясняет почти каждое слово. Русский язык для детей не то чтобы иностранный, но и не совсем родной. Мама, папа, есть, пить конфетка, печенье. Но практически больше ничего. И я очень рада. Вот у меня была девочка из Потсдама. Не была она и есть. Пришла ко мне в 6 лет. Сейчас она в 4 классе. И мама выражает мне свою благодарность, что я теперь с Катей даже могу секретничать. Русский мне нужно, чтобы... У меня еще фамилия там в России живет. И чтобы с ними там говорить. Потому что они не умеют разговаривать по-немецки. Главное пользоваться языком. Жить с ним. И тогда оказывается, что новые слова поджидают тебя каждый день. И не обязательно на уроке. Вода росли. Вода росли. Ну, у меня есть аквариум. И моя мама у меня спросила, «Я знаю это слово». И на русском я сказала нет. И она мне рассказывала. Да-да, березняк. А что такое песня? Ну, это лес. Из берез. Эти уроки русского языка – окно в мир русской литературы, в которой каждый найдет и свои чувства, и свою интонацию. Вначале робко, потом все увереннее. Мы недавно учили стихотворение «Осень». Но дети спрашивают. Птицы на юг улетели, гуси, грачи, журавли. А журавли мы не знаем, мы их не видели. Поэтому здесь в этом случае мне приходится переводить на немецкий язык. И дома я детям тоже дала, внучкам, это стихотворение. И показала в интернете, как выглядят журавли. И когда мы гуляли в парке, дедушка сказал, «Дети, дети, посмотрите, журавли!» И у меня старшая внучка остановила взгляд и через минуту сказала, «Вот и последняя стая крыльями машет вдали. Мне было так приятно!» Образование, быть может, профессия, бизнес, связанный с Россией. Все это будет потом. Сейчас «Русский для ребят» – это урок, учитель, слова на доске и постепенное понимание, что говоря на этом языке и понимая его, ты лучше понимаешь себя.